А если бы жена или девушка очень попросила на увеличение груди денег? Нет, отрицательно. Очень-очень попросила бы? Все равно нет. Прям жить не может? Нет. Нет, никак. Ты хочешь быть инициатором самоубийства? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас по программе, где мы говорим о личностном росте. Сегодня на повестке дня тема ботокс и силикон. Давайте узнаем, что же думают случайные прохожие и запросы, которые нам сделала Алина Малина. Смотрим! Моя есть. Только свою. А вот наклейки и силиконы на окнах хорошо смотрятся. Как христианин и истинный российский товарищ. Я вообще не понимаю этого. Я думаю, слишком большая грудь никому не пойдет. А губы? Ужасно. Выглядит на жаре особенно. Я за естественную. Все. Ну, они часто еще начинают впадать в эту зависимость. Надо больше и больше и больше. Себе не хотелось что-нибудь увеличить? Нет, пока нет. Уменьшить можно, а увеличить нет. А мне нравится, знаете. Я предпочитаю большие формы. Маленькие как-то, ну, схватиться. Не за что, да. С мячиками поиграть приятно всегда, а когда нету, то неприятно. Если у девушки нету грудей, то силикон, конечно, спасет ее. Ну, а так, конечно, может оторваться при грубости какой-нибудь. Это будет неприятно. На лице это ужасно, я считаю. Не, ну я считаю то, что все должно быть свое и натуральное. В губы парням, я думаю, это было очень смешно просто смотреться. Парни должны заниматься в качалке, чтобы мышцы были. Силикон не поможет, я считаю. Отрицательно внешне должно быть собственное. Мы за естественную красоту! Силикон нормально, блатка с ней очень. Ну, нормально, внешне красиво, на ощупь не очень. Отрицательно. Естественная красота навсегда, forever. Вы старая, по идее, должно все свисать, а у вас что-то непонятное здесь не. А большие губы? Фу, утка что ли? Мы против туалетных утят. Нужно любить себя такой, какая ты есть. Все свое и натуральное. Нет, ни в коем случае. Вы бы дали денег на увеличение груди? Ей нет. А что вы посоветуете девушкам с маленькой грудью? Гордиться маленькой грудью. Мы гордимся! Если их не устраивают маленькие губы? Значит, полюбите себя такой, какой есть. Хотели бы вы когда-нибудь увеличить грудь на размер или на два? Нет. А если бы вам молодой человек дал денег? Нет. Нет? Нет. И сказал, делай. Нет, точно нет. Лично мне нет. Мне тоже не хотелось бы увеличить. У чужих нормально, у своей отрицательно. А если бы своя захотела очень, дал бы денег на увеличение груди? Денег не жалко, но я бы был бы против. И так все хорошо вроде. А большие губы? Не, вообще нет. Вообще нет никак. Большие губы отвратительно. Это же вообще губка. Какая гадость! Это некрасиво, черт побери. На самом деле, когда все это поймут. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? Замечательная кожа, да? Замечательное лицо. И без косметики. И так все хорошо. Вот такая красота нужна сейчас. Спасибо. Красота же, она красива именно когда естественно, когда все натурально. А так нет. А когда большие губы, морщин нет на лице, ботокс? Нет. Нет, не нравится. А если бы жена или девушка очень попросила на увеличение груди денег? Отрицательно. Очень-очень попросила бы. Все равно нет. Прям жить не может? Нет. Нет, никак. Ты хочешь быть инициатором самоубийства? Я все-таки за натуральную красоту. За естественную. Как всегда, привести наши мысли в порядок поможет нам эксперт, психолог Ринета Жабарова. Красота – понятие относительное. Ну, кому-то нравятся девушки худенькие, а кому-то в теле. Или, например, когда мужчина нравится крепкие, или наоборот низкорослые. У каждого, конечно же, свой вкус. Природа наделяет человека такими генами, которые он получает, конечно же, от своих предков, от родителей. И зачастую бывает так, что человек чем-то недоволен, что-то не нравится в его внешности. Ну, если мы говорим о девушках, и им не нравятся их, например, губы или грудь, то они прибегают к таким методам, как ботокс или силикон. Стоит ли обращать внимание на внешнюю красоту и идти действительно ложиться под нож и рисковать своим здоровьем? Или стоит задуматься, почему я не принимаю в себе свои губы от природы, свою грудь от природы? Почему я гонюсь за тем, что диктует нам средство массовой информации? Безусловно, каждый выбирает для себя то, что ему важно, то, что ему необходимо. Но прежде чем это делать, прежде чем идти к доктору и тратить большую сумму денег, задумайтесь, зачем вам это нужно. И выбирайте то, что действительно вам было бы приятно и близко вашему сердцу. Но подведет итог к нашей сегодняшней теме психотерапевт Мурат Муратов. Ботокс – это определенное химическое вещество, как лекарство, токсин, инъекции которого делаются внутрикожно, подкожно, в тех местах, где человек видит необходимость расслабить мускулатуру, ну, в первую очередь, лицевую, для того, чтобы разгладились складки кожи. Делаются, значит, инъекции, в этом месте блокируется иннервация лицевой мускулатуры и легкий паралич получается в данном месте и прекращается дальнейшее развитие морщин на время действия препарата. Потом, через какое-то время, его надо делать снова. А силикон – это вещество, понятно, что на вроде пластмассы, которое имеет объем и которое вставляется, вживляется в различные части тела. Ну, конечно, у женщин в первую очередь это в районе груди, но, я знаю, в Бразилии там и в районе ягодит делают, ну, для того, чтобы, так сказать, иметь более пышные формы. Любое вмешательство в организм, оно может ввести к каким-то побочным эффектам. Начнем с аллергии, да, ботокс сам по себе что? Это ботулинический токсин. То есть это токсин бактерий ботулином, который вызывает паралич. Соответственно, возможны аллергические реакции, возможны занос инфекций и так далее. Ну, я как врач скажу, что, в принципе, здесь существует риск развития осложнений, который тоже надо положить на чашу весов, когда вы решаете делать это или не делать. В принципе, женщина, которая любима, у которой есть семья, есть близкие люди, в принципе, зачем ей лишний раз подвергать себя риску. Что касается силикона, то там осложнений гораздо больше, конечно, в ходе того, что силикон может протекать в межмышечное пространство, может деформировать, может в ходе того, что вызывать рак грудь. То есть там достаточно много осложнений. Часто сейчас уже, особенно на Западе, делаются операции по удалению, наоборот, трансплантатов. В любом случае, я как врач рекомендую, когда прежде чем совершать какие-то манипуляции со своим организмом, связанные с хирургическим вмешательством, нужно хорошенько подумать. Потому что операции, которые делаются под наркозом, под обезболиванием, они имеют собой риск развития осложнений, остановки дыхания или даже смерти. Поэтому стоит хорошенько задуматься, есть ли смысл вообще делать эксперименты над своим телом, которые и так были созданы достаточно совершенно. Я надеюсь, вам с вами было интересно. До новых встреч, мир вам, дорогие мои. Пока-пока.